На смену разработанному на Кировском заводе в начале 60-х годов трактору К-700 в 1975 году заводам была предложена новая модель К-701. Новый трактор проектировался уже под другой 300-сильный ярославский двигатель и был по сути абсолютно новой машиной. Изменению подверглась конструкция полурам. Теперь для демонтажа промежуточного карданного вала не требовалось их разъединение, а база увеличилась до 3 метров. Были применены более широкие колеса, что привело к снижению давления на почву. Появился второй топливный бак. Был доработан дизайн, машина обрела более современный вид. На начальном этапе, по причине того, что ярославский моторный завод не справлялся с большим количеством заказов на 300-сильный ЯМЗ-240Б, так как этот же двигатель использовал БелАЗ и железнодорожники, на новый Кировец ставили 200-сильный ЯМЗ-238НБ с предыдущей модели. Эта модификация получила название К-700А. Тракторы К-701 и К-700А долгое время выпускались параллельно, до тех пор, пока ярославский завод не освоил необходимые объемы нового двигателя ЯМЗ-240Б. Как все новое, трактор К-701 наряду с конструктивными достоинствами имел и ряд технических недостатков, а также невысокую надежность. Совокупность показателей технического уровня машины повлияли на заключение испытателей. На данном этапе производства приостановить выпуск тракторов и устранить выявленные недостатки. Как показала история, пройдя этапы становления машины, именно К-701 стал самым массовым и знаменитым трактором в своем классе. Их покупали не только социалистические страны, но и вполне успешно экспортировали в Австралию, Италию, Германию, Канаду и даже в США. Трактор Кировец К-701 является сельскохозяйственным колесным трактором общего назначения 5-го тягового класса. Трактор в агрегате с сельскохозяйственными машинами предназначен для пахоты, культивации, барнования, посева, лущения и стерни, безотвальной обработки почвы и транспортных работ. До оборудования трактора реверсом, валом отбора мощности, ходоуменьшителем, позволяет использовать его также на дорожно-строительных, мелиоративных и землеройных работах, что значительно увеличивает годовую занятость трактора и экономическую эффективность его использования в сельском хозяйстве. На передней полураме трактора установлен четырехтактный 12-цилиндровый V-образный дизель ЯМЗ-240Б. Запуск двигателя осуществляется электростартером. Силовая передача состоит из полужёсткой муфты с редуктором привода насосов, коробки передач переднего и заднего мостов и карданных валов. Коробка передач механическая, 16-искоростная, с гидравлическим переключателем передач. Оба моста трактора ведущие, задний мост отключаемый, мосты имеют автоматическую блокировку, мосты соединены с рамой жёстко. Управление трактором осуществляется рулевым кулесом с помощью гидрораспределителя и двух гидроцилиндров, которые смещают полурамы, соединённые шарнирным устройством относительно друг друга. Ходовая часть состоит из четырёх односкатных бездисковых колёс на шинах низкого давления с протектором повышенной проходимости. Кабина трактора с отоплением и вентиляцией оборудована сидением водителя, а также дополнительным сидением. Трактор имеет раздельноагрегатную гидравлическую систему, трёхточечное навесное устройство. Для наружного освещения и сигнализации на тракторе установлены впереди две фары и два габаритных фонаря. Сзади три поворотные фары на кабине и два габаритных фонаря на задних крыльях. Оценка основных конструктивных достоинств и недостатков трактора К-701 в сравнении с трактором К-700. Трактор К-701 – кировец более мощной и совершенной конструкции, чем трактор К-700. Конструкция трактора разработана на основе модификации трактора К-700 с внедрением ряда мероприятий, направленных на повышение мощности трактора, на улучшение условий труда механизатора, на совершенствование конструкции некоторых узлов. На тракторе К-700 изменено размещение некоторых узлов. Аккумуляторные контейнеры на тракторе размещены по бокам двигателя под подножками, что позволило улучшить их герметизацию и исключить повреждения контейнеров и аккумуляторных батарей. На К-701 установлены два топливных бака, расположенных с обеих сторон трактора, с увеличенной общей емкостью баков. Однако такое расположение топливных баков затрудняет доступ к узлам, расположенным под кабиной. Например, для подтяжки крепления постамента кабины необходимо снимать топливные баки. Изменено расположение и конструкция воздухоочистителя. Применение плоских прямоугольных кассет воздухоочистителя уменьшило трудоемкость обслуживания. Однако конструкция и технология изготовления воздухоочистителя недоработаны, так как наблюдается подсос воздуха во второй ступени воздухоочистителя. Применение 12-цилиндрового двигателя ЕМЗ-240Б значительно увеличило трудоемкость технического обслуживания топливной системы и клапанного механизма. Гидромофта управления вентилятором стабильно поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя. Применение её эффективнее, чем применение термостатов и шторки радиатора в системе охлаждения трактора К-700. Применённый на двигателе механизм для проворачивания коленчатого вала значительно облегчает эту операцию при регулировках угла опережения впрыска топлива и зазоров в клапанном механизме. Конструкция механизма надёжна и проста. Введение в гидросистему коробки передач гидроаккумулятора и перекидных золотников обеспечивает на тракторе К-700 большую возможность маневрирования скоростями без разрыва потока мощности и облегчает управление трактором. Введение в гидросистему управления поворотом трактора насоса с повышенной производительностью НШ-100Л2 и регулятора расхода сделало независимым усилие на рулевом колесе от числа оборотов коленчатого вала двигателя. Это облегчает управление трактором и повышает безопасность работы по сравнению с трактором К-700. Работа системы управления поворотом трактора К-700 удовлетворительна, но рулевое колесо имеет свободный ход 45 градусов после наработки 2500 моточасов, тогда как по тех условиям угол свободного хода рулевого колеса должен быть не более 25 градусов. При испытании трактора К-700 были отмечены следующие конструктивные недостатки. Устройство механизма включения стояночного тормоза и притормаживания прицепа не исключает срабатывание стояночного тормоза при торможении прицепов, что приводит к быстрому износу тормозной ленты. Применение двух рычагов управления на тракторе К-701 тормозами более надежно. Отсутствие устройства, предотвращающих вытекание масла из гидробаков при замене насосов, шлангов или соединительных рукавов. Большие размеры ячеек защитной сетки радиатора, приводящие к частому забиванию сердцевины радиатора соломой и половой. Отсутствие устройства, позволяющего отключать гидросистему навески в случае, когда гидросистема не используется, при выходе из строя самого гидронасоса или его уплотнений, или в случае, когда произойдет разрыв шлангов и соединительных рукавов, чтобы предотвратить работу насоса без масла при перегоне трактора в мастерскую. Нижнее расположение выхлопной трубы создает невыносимые условия для механизатора при подкачке шин колес и при агрегатировании с сельскохозяйственными машинами. При работе на сельскохозяйственных операциях выхлопные газы поднимают с земли пыль, солому и полову. И часть этой смеси вместе с выхлопными газами всасывается через воздухоочиститель. Очень слабый звуковой сигнал. При работе двигателя на полных оборотах его звук плохо прослушивается. Отсутствие сообщений между топливными баками. При работе трактора на сельскохозяйственных операциях и при расходе топлива из правого бака топливо быстро перекачивается в левый бак. Необходимо соединить баки. Отсутствие ресор-подвески переднего моста приводит к большим амплитудам автоколебаний трактора в продольной плоскости. При движении трактора по волнистой дороге по этой причине необходимо снижать скорость для гашения автоколебаний, что приводит к снижению средней технической скорости движения трактора и тракторного поезда и ухудшению условий работы водителя. Механизаторы очень устают. Шины низкого давления призваны служить амортизирующими элементами, но не справляются с ролью гасителей автоколебаний трактора в продольной плоскости. При попадании колес трактора в выбоину резкий удар почти не смягчается. При агрегатировании сельскохозяйственными машинами и орудиями по причине гидравлического управления коробкой передач нет возможности плавного трогания трактора с места и подачи его на небольшие расстояния. Для облегчения и безопасности операции агрегатирования трактора К-701 сельскохозяйственными машинами необходимо ввести в управление коробкой передач устройство, которое позволяло бы водителю плавно регулировать давление в гидросистеме коробки передач от нуля до номинального рабочего давления. Эксплуатационно-технологические и лабораторно-полевые испытания машин от тракторных агрегатов с трактором К-701 на пахоте и культивации показали, качество выполнения технологических процессов удовлетворяет агротехнические требования. Использование трактора К-701 на пахоте обеспечивает повышение производительности труда на 30%, на культивации на 27-29% по сравнению с трактором К-700. При этом удельный расход топлива выше на 11,7% соответственно. Низкая надежность трактора обусловила малую наработку на отказ, равную 67 моточасам, что гораздо ниже контрольных образцов предшествующей модификации трактора Кировец К-700. Конструкция трактора К-700 не соответствует единым требованиям безопасности и техническим условиям по 23 пунктам, относящимся к организации рабочего места, тракториста, температурным и гигиеническим условиям в кабине трактора и конструктивным недостаткам. Рекомендовано приостановить производство тракторов К-701. Продолжить испытания трактора К-701 по программе второго этапа испытаний в объеме 4,5 тысяч моточасов. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Будет очень интересно почитать. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok